Вот эта картина 13-летней Ульяны Трофимовичи названа «Красота зимы». Её представила Ульяна на международном пленэре, город Наэльбе, который проходил в Дрездене чуть менее двух недель назад и стала лауреатом первой степени. Зима, хоть и такая холодная пора, для меня она всё же такая тёплая, согревает душу, потому что дома, семья, тепло, свет. И мне хотелось своё душевное состояние, что мне так хорошо показать на картину. Дипломом лауреата первой степени была награждена в Дрездене и шестилетняя Аня Багри за «Золотую осень». С детства она любила дома рисовать на разные темы, как-то так вот. А вот в этом году пошли мы в первый класс и узнали о существовании из-за студии «Малахит». И, конечно же, сразу привели её сюда. С первых дней Галина Михайловна оценила её и как бы старается наша Анечка, ухватывает всё, ну вот, вроде как бы показывает себя с лучшей точки. Вы вообще довольны, что она ходит в из-за студии? Да. Она любит рисовать, она любит фантазировать, поэтому она как-то вот эту вот свою фантазию излагает на бумаге. Это ей вот нравится – сесть, тихонько поработать. Десятилетний Илья Равинский, представляя на международном плейнере «Осеннюю пору», также стал лауреатом первой степени, как и девятилетняя Ксения Протасюк, которая покорила членов жюри лыжником. Рисует ребята в из-за студии «Малахит» только 4 месяца, и Дрезден с участием в международном плейнере – первый выход в большую живопись юных художников. В рамках международного плейнера «Город на Эльбе» в Дрездене детской из-за студии «Малахит» был вручён почётный кубок «Кисть фестиваля». Вот такой фестиваль у нас прошёл. И кроме этого дети получили награды лауреаты первой степени, второй степени и третьей степени. Самый юный лауреат – это Багриана, 6 лет, 8, 13, 14 лет, которые первый раз оторвались от семьи, от родителей, и сами самостоятельно с нами ехали. Сейчас воспитанники из-за студии «Малахит» готовятся к новому фестивалю – скрыжевание, который пройдёт в Белоруссии в конце апреля. Я подбираю то, что ребёнок чувствует. Где-то даю показать ему, давай, как тебе нравится вот эта тема, что тебе больше нравится. И уже от этого я толкаюсь, чтобы ребёнку там внутри, вот его задело эта работа. Но это будет картина гуашью. Гуашью, да. Взять эту белую краску и смешать со всеми красками, и получить красивые мазки, чтобы все любовались. Готовится к новой пробе кисти. И четырёхлетняя Настя – самая маленькая воспитанница «Малахита». Второй год посещает студию «Настенька». Рисовали мы панду белую, она потом всё равно видела нишу коричневую, и всё равно нарисовала в своём цвете именно коричневую нишу. То есть она всё равно видит всё в своём цвете. Всё равно потом, даже после Галины Михайловны, может всё равно добавить своего цвета. Ну, вам вообще нравится, что дочеку тут? Очень, очень. Сейчас Настя рисует пингвинов. Может, работа четырёхлетней девочки прославит гимназию на скрыжеваниях, кто знает. Ведь 13 ребят уже прославили Солигорскую гимназию и Солигорский край в Дрездене. Сейчас Настя пригласили. Сейчас Настя пригласили.